И здесь сейчас нажмем, так, окей, все, значит, все, кто хотел присоединились, все остальные посмотрят записи, я думаю, что тоже будет неплохо, значит, по времени это займет где-то час, я постараюсь побыстрее все это сделать и рассказать какие-то интересные вещи, ну, я не знаю, что по платформе рассказывать, я думаю, что тут ничего как бы особо нет, и давайте я сверну, наверное, конференц-связь и просто час сделаю побольше. Если его можно растянуть, и если он у вас тоже так же отображается, как у меня. Да, презентацию можно будет скачать, и в любом случае она будет после релиза, но я думаю, что здесь как-то автоматически можно потом будет сделать, мы в конце это сделаем, да. В презентации есть ссылки, ну, то есть картинки, они с ссылками, можно будет как бы перейти по ним, они кликабельные. Окей, мы тогда начнем, значит, сегодняшний вебинар у нас будет про полезные плагины для WordPress, соответственно, если ваш сайт на WordPress или если вы думаете о том, как сделать свой сайт, если вы хотите использовать WordPress, вот как бы для вас это будет наиболее оптимальным такой вебинар, чтобы выбрать те плагины, которые помогут вам, как бы, сделать ваш сайт более эффективным. И, конечно же, плагинов очень много, но мы просто посмотрим некоторые из них и, там, определим какие-то определенные типы. Так, двигаемся дальше. И спасибо большое площадке фонду Focus Media за предоставленную возможность проводить на их площадке вебинары. Соответственно, если вы хотите посмотреть, чем занимается фонд, а это фонд социального развития и охрана здоровья, можете перейти по ссылке в презентацию, она кликабельна. И пара слов о себе. Меня зовут Алексей Ницца, мой мейл есть. Если у вас какие-то вопросы, вы можете мне писать напрямую, я с удовольствием отвечу, потому что, в принципе, все, что мы делаем в теплице, мы делаем это для вас. И если вы хотите как-то узнать что-то лучше, больше, или есть какие-то вопросы по мероприятиям, по различным каким-то вебинарам или по видеоурокам, ну и вообще по какому-то там контенту, вы можете писать мне. Да, я делаю как бы видеоуроки и являюсь венд-редактором. То есть, если вы хотите сотрудничать с нами в контексте мероприятий, то уже это ко мне. Да, значит, я делаю видеоуроки, так называемые видеоуроки, то есть небольшие такие видео. Я это просто говорю из раза в раз уже, я надеюсь, что, может быть, вы уже все видели, но кто не видел, я думаю, что будет полезным увидеть. И у нас есть плейлист на YouTube, где собраны вот эти видеоуроки. Сейчас там порядка уже 57 видеоуроков. Это такие небольшие видео, в которых я рассказываю, собственно, это скринкасты, в которых я рассказываю, как пользоваться тем или иным сервисом. И это все призвано как бы сделать вашу работу более эффективным, потому что ссылка здесь не работает, безусловно, потому что это презентация в формате демонстрации. Она будет доступна, когда вы ее скачаете, да, Маша. Поэтому я думаю, что это не проблема. Окей, да, и, значит, мы, это видеоуроки, на самом деле, о многих темах, то есть это и о визуализации данных, и это о безопасности, и о каких-то других вещах, как вы видите по названию, можно посмотреть даже, да, там Google Analytics, это LastPass, это, ну, такие вещи, которые, в принципе, вам могут пригодиться в вашей повседневной работе. Ну, или, может быть, там вы можете начать делать что-то новое, либо внести в свою работу что-то новое, когда вы знаете, что есть какие-то сервисы, когда, например, не надо ничего скачивать, делать это все можно онлайн, или что, например, есть какие-то сервисы, которые позволяют, ну, заменить, например, условно какое-то кодирование, да, если вы не являетесь разработчиком и программистом, да, использовать какие-то готовые модули, например, да, и там делать какой-то сервис, ну, там, наносить метки на карту и так далее. Поэтому возможности достаточно много сейчас есть для этого. Вебинары. Если вы по какой-то причине хотите посмотреть или пропустили наши предыдущие вебинары, их легко найти на нашем сайте. Во-первых, в разделе «Мероприятия» есть вкладка «Вебинары», где можно перейти и посмотреть все вебинары, которые были. Так как мы проводим два вебинара в месяц, соответственно, уже там порядка, ну, наверное, 30 вебинаров, примерно так. Так, и есть уже плейлист на YouTube, потому что я записываю еще там свой экран, просто в более хорошем качестве звука. Соответственно, можно там уже посмотреть на YouTube записи вебинаров полные. Окей, и о чем сегодня будет наш вебинар? Наш вебинар будет, соответственно, о плагинах WordPress. Мы посмотрим какие-то плагины полезные с точки зрения нашей. Ну, и, собственно, так как вы участники, вы можете также высказывать свое мнение. Я с радостью его послушаю, потому что, ну, по сути, вебинары – это также площадка для обмена опытом. Мы расскажем, я, в частности, покажу какие-то плагины, с помощью которых можно делать регистрации, формы регистрации, рассылки, как, там, собирать средства на вашем сайте, например, как подключить аналитику, ну, и другие плагины. В двух словах хочу сказать, что так как мы являемся, по сути, образовательным проектом общественным на базе некоммерческой организации ОСИ, то моя цель, как бы, как человека, который проводит вебинары, да, это показать, что, в принципе, любой пользователь обычно не имеет каких-то специализированных знаний, да, но какой-то такой средний уровень, который есть, с помощью этого уровня, в принципе, можно понять, как пользоваться тем или иным ресурсом. Поэтому я, например, себя это показываю, потому что это я, по сути, не являюсь там разработчиком, да. И я показываю такой срез знаний, который есть в интернете, еще раз говорю. Поэтому, по сути, все это возможно, все просто, и достаточно, там, потратить определенное количество времени, чтобы разобраться, и, по сути, все возможно. То есть, мы говорим о том, что если, например, вы хотите делать ваш сайт, или вы, там, работаете в вашей организации, попробуйте сделать сначала самим. Потому что самый простой способ, конечно, это обращаться, там, к каким-то организациям, да, сторонним, там, разработчикам или еще что-то, но в таком формате, во-первых, вы не очень будете понимать, что вообще делается и как это делается, и вы не будете знать, и не будете, как бы, сами развиваться, да. А здесь, таким образом, вы можете на своем примере показать, например, там, вашим волонтерам или другим людям о том, что, в принципе, вы самостоятельно можете начать и дойти до какого-то определенного уровня, когда, там, не знаю, ваш ресурс уже будет работать. И, конечно, там, если, например, вы хотите что-то сложное, безусловно, нужно обращаться к профессионалам. Ну, до этого момента вы можете делать это самостоятельно. И мы говорим об этом очень много, потому что много вещей, которые требуются нам сейчас всем, да, там, используя интернет, они практически все, там, на 90% возможно бесплатно. И вот нужно это просто знать и понимать, и, как бы, конечно, проще всего, там, заплатить деньги кому-то, но вот мы все-таки хотим, чтобы вы сами научились чему-то новому. А как уже какой раз я делаю такую, там, географию участников, условно говоря, это просто я беру регистрацию людей и визуализирую в виде, там, меток на карте. И вот можно просто посмотреть, например, там, люди, которые регистрируются, регистрировались на сегодняшний вебинар, можно посмотреть, из каких они городов. Это тоже так интересно просто. И можно также отследить, например, там, например, в зависимости от вебинара к вебинару, как меняется эта география. Просто такая интересная вещь. Так, и начну я с того, что покажу несколько обзоров. То есть, на самом деле, у меня есть несколько слайдов в презентации, а потом я просто буду показывать свой экран, и вы будете видеть мой браузер, и, собственно, там будем смотреть все основное. Сначала хочу показать несколько обзоров, которые были на сайте Теплицы, где мы писали о том, какой на наш взгляд, какие плагины, на наш взгляд, они полезны, и там несколько подборок есть. Первый из них — это Анна Ладошкина делала такую подборку плагинов выбора отдела разработки, то есть такие более технические аспекты, но также можно посмотреть, если вы когда откроете презентацию, вот, по сути, все ссылки на картинке вы нажмете, вы перейдете по ссылке. Ну, либо там можно просто адрес посмотреть, но я думаю, что ссылка будет работать. То есть это достаточно такая интересная подборка, можно посмотреть, но это такая более техническая все-таки, да, для технической стороны сайта. Еще одна подборка — это 16 полезных плагинов для WordPress, которые сделают ваш сайт удобным, современным и посещаемым. Здесь мы приводили, там, достаточно много интересных плагинов, можно также посмотреть, есть какие-то короткие описания. Опять же, можно, вот, рекомендую посмотреть, поэтому я и даю это как бы вначале. Окей, теперь давайте рассмотрим несколько плагинов, о которых будет идти речь, и которые я буду показывать более подробно дальше. Сначала мы просто их просмотрим, а потом я уже перейду в браузер, буду это показывать. Первый из плагинов — это с трудным произносимым названием «Cure to Latin Changed». На самом деле смысл плагина заключается в том, что перманентные ссылки, которые есть, или постоянные ссылки, которые есть в вашем браузере, да, когда вы пишете, там, запись, создаете записи, автоматически формируется ссылка, и часто она формируется изначально на русском языке, и вам постоянно это неудобно, потому что нужно перебивать на латиницу, потому что по-русски, в принципе, воспринимается, но тогда сама по себе ссылка увеличивается, если вы копируете и куда-то вставляете. Это не очень красиво, поэтому этот плагин, собственно, призван решить эту маленькую проблему. Он автоматически переводит русские, как бы, слова в транслитерацию, скажем так. И это, на самом деле, очень удобная вещь, и вам не надо вручную перебивать. Посмотрим этот плагин. Да, я сразу хочу сказать, что принтскрин я показываю, значит, сайт wordpress.org, то есть, если вы знаете или не знаете, я просто еще раз об этом расскажу в двух словах. Wordpress — это бесплатная CMS, да, то есть это платформа для создания сайта. Плагины, по сути, есть платные и есть бесплатные, но в большинстве своем они бесплатные. Есть два способа установки плагинов. Плагины, по сути, такие программки или такие дополнения, которые расширяют возможности вашего сайта. Так вот, есть две возможности установки плагинов. Первое — это зайти на сайт wordpress.org.plugins и посмотреть все плагины, которые там есть. Потом я вот сейчас перейду по ссылке, когда в браузере я вам это покажу. И, по сути, это удобно, наверное, чем-то просто, чтобы посмотреть описание плагина, например, да, какие-то вопросы, какую-то информацию о плагине, может быть, какую-то обратную связь пользователей, о плагине. И второй способ установки плагина, самый простой, который существует, это вы просто открываете административную панель вашего сайта и там заходите в плагины. Опять же я это покажу. Заходите в плагин «Установка новая» и вы также можете там по поисковому слову, в поисковой строке, точнее, по ключевому слову найти тот плагин, который вам нужен. И, по сути, посмотреть всю информацию, которая там есть. Ну, просто на сайте, когда вы смотрите, вы можете поделиться со знакомыми ссылкой, чтобы посмотреть и там, ну, не знаю, порекомендовать, например, или спросить мнение. Так, с этим плагином понятно. Следующий плагин мы посмотрим, один из плагинов, который позволяет создавать формы на сайте. И формы, по сути, это большой, огромный инструмент, если сравнивать, как буквально недавно я делал видео урок, если сравнивать функционал, это что-то приближенное к Google Forms. То есть, на самом деле, функционал очень большой, позволяет делать формы обратной связи, подписку, анкетирование, сбор данных, все что угодно на самом деле. И вот, существует, конечно, много плагинов, с помощью которых можно создавать формы, но какие-то они частично платные, какие-то нет. И просто я выбрал один из них, который более функционально бесплатен, и доступные функции, все, в принципе, которые нужны бесплатно. Посмотрим этот плагин. Да, и так как, естественно, что в каждом типе, по сути, да, вот, там, функции, которые выполняют плагин, существует достаточно много плагинов, безусловно, что рекомендации это как бы не железное правило. Вы, безусловно, можете поискать какие-то другие плагины, там, которые выполняют те же функции. И, конечно, хотя, наверное, с точки зрения разработчиков это не совсем правильно, но с точки зрения пользователей все достаточно просто, да. Так как плагины — это такие небольшие программки, то никто, как бы, не мешает вам, да, там, установить плагин, посмотреть его функционал. И если он не, там, подходит вам по каким-то причинам, вы просто возьмете его и удалите. Безусловно, опять же, почему я сказал, разработчики скажут, как же так, ведь на сервере остается папка, и это захламляет и так далее. Ну, возможно, да, но, по сути, это никак не влияет на функционал сайта. Поэтому, еще раз, если вам не понравился плагин по какой-то причине, вы просто смело берете и удаляете его из административной панели, устанавливаете новый. В этом ничего страшного нет. Переходим дальше. И следующий плагин — это, например, возможность сделать слайды. Потому что, как мы знаем, например, дизайн, да, в WordPress зависит от темы, от выбранной темы, от шаблона. И некоторые шаблоны подразумевают использование, например, слайдеров, да, а какие-то нет. Поэтому, по сути, можно использовать плагин, который способен генерировать такие вот слайды, то есть объединение нескольких изображений, автоматическая смена и так далее. И это такой большой плюс, что вы можете с помощью, например, конкретного плагина, да, сделать такое слайд-шоу или там слайды и с помощью короткого кода вставить, собственно, в любое место вашего сайта. Это, опять же, удобно. И мы просто посмотрим, как это делается. Также это несложно. Еще один плагин, и, наверное, основной плагин для всех людей, которые пользуются WordPress, мне кажется, это WordPress SEO by Yoast. Ну, я не знаю, вы можете, конечно, со мной поспорить, но мне кажется, что, наверное, 95% людей пользуются этим плагином, либо похожими. Суть в том, что этот плагин позволяет настраивать SEO-функции сайта для того, чтобы поисковики лучше индексировали ваш сайт и, соответственно, чтобы пользователи быстрее и лучше нашли вашу информацию и ваш сайт. Поговорю побольше о нем, возможно, да, и там ссылку на видеоурок, который я делал. Ну, опять же, это не панацея, существуют другие какие-то... Существуют другие плагины с такими же похожими функциями, но, как бы, для оптимизации для поисковиков, в принципе, плагин необходим для любого сайта. Еще один хороший плагин, опять же, о котором я говорил, и, опять же, он от того же... там, от той же команды, это самая простая адаптация Google Analytics и включение аналитики вашего сайта, то есть связь аналитики, да, и Google Аналитики вашего сайта. То есть, как мы знаем, для того, чтобы с помощью Google Analytics отслеживать статистику вашего сайта, ставить какие-то цели и так далее, необходимо прописать определенный код, который вы создаете, на каждой странице вашего сайта. Если вы разработчик, вы можете сделать это вручную, но если нет, то намного проще сделать это с помощью этого плагина, и, как вы увидите, действительно просто, там просто нужно ввести один идентификатор. И это буквально занимает, там, не знаю, минуту, может, пару минут. То есть, вообще, самый простой способ. Еще один плагин, естественно, так как мы живем сейчас в мире, где развиты социальные сети, то ваш сайт — это ничто, если вы никак не делитесь информацией в социальных сетях с другими людьми и с вашей целевой аудиторией, с вашими коллегами, друзьями. Соответственно, нужны кнопки социальных сетей. Существует множество, конечно, сервисов, которые позволяют это делать отдельных, и есть плагины, которые позволяют это делать. Их действительно много, но можно просто на свой вкус найти, во-первых, визуальное восприятие, да, потому что, ну, на самом деле, не все, там, кнопки социальных сетей, они просто подходят под дизайн вашего сайта. Поэтому звук пропал, ну, наверное, из интернета. Вот я думаю, что... А сейчас, Инна, сейчас меня слышно? Ну, наверное, слышно. И продолжу дальше. Да, значит, кнопки социальных сетей, опять же, важны. То есть, ну, как бы, наверное, это как двери во внешний мир, наверное, можно так сказать. Потому что, когда пользователи читают, как бы, информацию на вашем сайте, наверное, самым лучшим способом поделиться ей будет именно вот использование кнопок. Хотя не все так делают, наверное, не все люди привыкли, там, может быть, кто-то привык копировать до сих пор и вставлять, например, ссылку в социальные сети. Ну, опять же, мы посмотрим. Как я уже говорил, с теми же функциями, например, существует множество сервисов, и эти сервисы просто, например, имеют плагины для WordPress. То есть, такую более близкую интеграцию. И поэтому, вот я привел тут пример, например, Adzis. Это, ну, один из самых известных, наверное, сервисов с коммуникациями в социальных сетях. Ну, там, на самом деле, достаточно много других функций. И есть такой плагин, то есть, он быстро, как бы, интегрируется в WordPress. Ну, по сути, это так же, как Google Analytics. Что еще нужно на сайте? Наверное, комментарии. Конечно, есть встроенная система комментариев, но, как мы знаем, она не всегда удобная, поэтому существуют сервисы, опять же, один из которых — это Discuss. И этот сервис очень такой удобный, он действительно встраиваемый в сайт, и, ну, как бы, на самом деле, он очень удобен в управлении комментариями. Опять же, это не панацея. Слишком много существует вариантов, но вы должны выбирать это обязательно на свой вкус, да, и на свой, на свою потребность, функционал и так далее. Поэтому мы посмотрим вот эту систему. И еще, скорее всего, мы посмотрим следующий плагин — это MailPress. Это один из представителей плагинов, которые позволяют делать рассылку. То есть, как мы знаем, если вы делаете рассылку в своей организации или в свою личную рассылку, вы, наверное, используете какой-то сторонний сервис. Обычно самые, там, известные сервисы, там, это MailChimp, да, и Unisender. Существует достаточно много других уже сервисов, но вот, например, есть такой плагин, который позволяет делать это делать на основе, на базе вашего сайта. То есть, все у вас будет внутри, и, по сути, это, на самом деле, это достаточно удобно, когда вам не надо никуда выходить. Вы делаете это все в одном окне вашего браузера, и вся информация хранится у вас, как бы, внутри. В этом тоже есть свой плюс. И как же, например, без встройки карты на ваш сайт, да, соответственно, опять же, много плагинов существует, и сами ресурсы сейчас очень легко интегрируются с сайтами, но, по сути, существуют и плагины, которые позволяют более расширенно настраивать встраиваемые карты в сайт, поэтому мы тоже посмотрим это. И последний, но не важный, не самый последний по важности, наверное, самый первый по важности, конечно же, я хочу рассказать о плагине Лейка. Это плагин, который был создан разработчиками Теплицы, и его задача — это сбор средств на вашем сайте. То есть, по аналогии с кнопками сбора средств, например, от Яндекса, здесь, на самом деле, очень достаточно большие расширенные функции, и последняя версия даже позволяет, по сути, встраивать, там, этот плагин на любой сайт, даже без WordPress. Я расскажу, как, наверное, если мы дойдем до этого. И он позволяет, по сути, собирать средства, то есть фандрайзинг на вашем сайте, это очень удобно. Вы можете делать прогресс бар, вы можете показывать тех людей, кто пожертвует, если они, конечно, указывали свое имя, например. Вы можете показать много другой информации. То есть, это очень гибкая такая система. И для вас, как для организации, это, опять же, плагин будет большим таким подспорьем и помощью, наверное, в том, когда вы собираетесь пожертвовать, потому что он автоматически, например, формирует договор, он делает много других функций. И я вам дам потом ссылку на видеоурок, уже не один видеоурок, наверное, где я более подробно рассказываю о том, как установить, как настроить и так далее. Так, продолжаем дальше. И вот давайте теперь посмотрим, как это действует. И сейчас я включу свой экран, и мы начнем тогда. Так, сейчас, секунду. Так, ну вот я, например, перешел на другой сайт. По сути, вы должны видеть то, что я перешел на сайт «Конкурс малых сайтов». Давайте я вернусь обратно на вкладку и спрошу, а вы видели или нет. Если видели, то я продолжу. Кто-нибудь, напишите. Да, видели, окей. И я буду так, как бы, возвращаться, потому что вы пишете какие-то комментарии. Естественно, что когда я в другой вкладке, я не вижу. Поэтому периодически буду туда-сюда. Почему я переключился на этот сайт, который, собственно, не говорит ни о каких плагинах в WordPress, но все-таки пока я не начал показывать, хочу сказать, что у нас начался третий тур «Конкурса малых сайтов». И это очень классная инициатива «Теплицы». И она говорит вот о чем. Что если вы не коммерческая организация или гражданская инициатива, и вам нужен сайт, у вас, например, есть сайт, он не очень хороший, вам нужно сделать какую-то новую версию, или если у вас нет сайта, и вы хотите сделать свой сайт, у вас есть прекрасная возможность получить этот сайт, условно говоря, под ключ и бесплатно. Вот эта программа создана именно для вас, поэтому вы можете до 15 марта подать заявку и поучаствовать. Там будет бонус. Это бесплатный онлайн-курс, который рассказывает как раз о WordPress. Поэтому если вам нужно как-то апгрейдить ваш сайт на WordPress, или вы хотите сделать сайт, вы можете подать заявку. Поэтому ссылку я вам просто скину, и я надеюсь, что это, в принципе, хорошая возможность. Итак, тогда давайте начнем сначала. Я буду просто перескакивать в свою подсказку. И давайте сначала войдем просто в раздел «Плагины» на сайте WordPress. Так, насколько я понимаю, можно, по-моему, русскую версию включить. Сейчас. Да. Ну, не суть. На самом деле на английском языке и так понятно. То есть, как я уже говорил, есть два способа, один из которых можно посмотреть на сайте. То есть, для этого интересно, много всего здесь можно посмотреть. Например, самые популярные, самые избранные какие-то новые плагины. Их на самом деле просто действительно очень большое количество. И, например, когда вы смотрите, видите, вот здесь сбоку есть такие разделы, где более подробно можно посмотреть под тот функционал, который вам нужен. И в каждом плагине, в принципе, есть какое-то описание, есть процессы установки, есть, как бы, часто задаваемые вопросы, есть скриншоты. То есть, в принципе, вся та информация, которая вам нужна для того, чтобы понять, стоит ли устанавливать или нет. И теперь я расскажу о том, что делать и как выбрать плагин, по сути, да, что для этого нужно. Как я уже говорил, не, ну, не здесь я говорил, но не суть. Значит, на что нужно обращать внимание? Итак, в первую очередь нужно обращать внимание на звездочки, на рейтинг. Безусловно, он говорит о многом, да, то есть, если люди хорошо отзываются о плагине, значит, он полезен. Следующий, на что нужно, пункт, на что нужно обращать внимание, это дата последнего апдейта. То есть, соответственно, если вы хотите установить плагин, он вам подходит, если он вам интересен, но он был, например, там, версия последняя была у него, там, два года назад, то, скорее всего, он будет некорректно работать с вашей версией WordPress, потому что WordPress обновляется постоянно, и это, собственно, обязательно. И, как вы видите, в каждом плагине тут пишется версия WordPress, которая нужна. То есть, вот эти вещи нужны обязательно для того, чтобы выбрать тот плагин, который вам нужен. Ну, и еще можно посмотреть отзывы, в принципе, и они тоже говорят о многом. Ревьюс, например, можно посмотреть. Более подробно отзывы, да, если какие-то вопросы у вас есть, возможно, вы можете найти ответы здесь. Так, я сейчас вернусь обратно. Все окей. С этим понятно, двигаемся дальше и посмотрим, значит, давайте я тогда по-другому перейду, просто чтобы было удобно. Допустим, я покажу это на сайте Человека-кошка. Это мы такой делали сайт, вымышленная организация для нашего видеокурса. Он сделан на WordPress, и мы просто на примере этого сайта посмотрим какие-то плагины, которые я сегодня сейчас показывал. Так, итак, мы находимся в административной панели. Как я уже сказал, самый простой способ установки новых плагинов – это перейти в плагины и добавить новые. То есть, все просто, мы переходим в раздел, где есть поисковая строка, куда мы вбиваем название, либо что-то похожее, и мы найдем ответ. Важно, на самом деле, чтобы вбивать название плагинов, например, или там ключевые какие-то слова, то есть там функционал какой-то, например, формы на английском языке. Почему? Потому что это, в принципе, международный язык, и больше плагинов, они даже если сделаны в России, они все равно описываются на английском языке. Для того, чтобы больше аудитории было охвачено, соответственно, безусловно, надо делать это на английском языке. Так, и сейчас я посмотрю, какой у меня плагин первый. Это вот… Да, наверное, надо вот копировать сначала его название, потому что, видимо, по названию проще будет. Это плагин, который позволяет переводить автоматически русские буквы транслитерации. То есть, как вы видите, он у меня уже установлен, и я просто расскажу, как он работает. То есть, вот, по сути, вы нашли его, жмете «Установить», он устанавливается, и к чему это приводит? Вы, например, когда добавляете запись, вы пишете, например, там «Новый плагин для…» И когда вы там создаёте, видите, у вас создаётся автоматически транслитерация, то есть латинскими буквами. Это намного удобнее. Потому что обычно без этого плагина делается всё на русском языке, и ссылка, она не очень хорошая. Соответственно, этот плагин вообще не заметен, вы о нём не думаете, вы можете прямо оставлять так, как есть, и поэтому, если вы нажмёте, там, «Сохранить ваша ссылка», откроется, то есть, вот, как вы видите, ссылка… Нет, тут не показано. Ну, в общем, ссылка автоматически создаётся, в принципе, можно оставить так, как есть. То есть, он достаточно хорошо и быстро работает. Окей, следующий плагин, который я хочу показать, это… SEO, наверное, он тяжёлый, чуть попозже покажем. Давайте покажем слайдер, наверное. Так, сейчас перейдём по ссылке и скопируем название. То есть, опять же, слайдеров достаточно, ну, таких плагинов много, и вот один из них – это MetaSlider. Он, насколько я понимаю, тоже установлен у нас. А, нет, видимо, я его… А, да, установлен, и просто его нужно обновить, но я сейчас это не буду делать. Так, и вот, как вы видите, после установки создаётся в меню под пункт MetaSlider. Я, если в него перехожу, то вот увижу следующее. Я тут уже, по сути, что-то делал, и, в принципе, как это работает? Можно создать новый слайд. Давайте создадим. Новый слайдер. То есть, это то, что будет автоматически меняться, например, на вашей, там, странице главной, либо на любой другой странице. Так. Суть в чём? Во-первых, вы добавляете слайды. Это значит, вы добавляете картинки. Также вы добавляете описание и добавляете ссылку. Ссылка – это то, куда переходит пользователь при нажатии на изображение. Таким образом, вы можете создать достаточно много слайдов. Вот, например, я беру «Добавить слайд». Беру, вот, нажимаю «Ещё», добавляю слайд. Вот, вот, добавился. Также я могу добавить описание и так далее. Значит, с правой стороны у нас настройки – это ширина и высота. То есть, можно любую сделать и эффекты. Несколько эффектов смены. И что самое интересное, это то, что, в принципе, слайдер вставляется с помощью шорткода. И это действительно очень удобно. То есть, вот, например, я опять же создаю какую-то запись тестовую. И если я вставляю сюда этот шорткод, то при открытии этой записи получится следующее, что отображается слайдер. Как видите, можно листать. Если я нажму, я перейду по той ссылке, которая была указана. То есть, это достаточно удобно. Большой плюс такого плагина, ещё раз, в том, что он создаёт слайд-шоу, настраиваемое, очень легко настраиваемое. И с помощью шорткода, это короткого кода, вы можете вставить куда угодно, в любую часть вашего сайта. Вот, очень просто всё и функционально. Ещё раз, так как не все темы позволяют делать слайдеры, то, по сути, это вам в помощь, если вы хотите сделать такую штуку. С этим понятно, тогда давайте перейдём обратно и посмотрим следующее. Так, я вернусь на секунду. Да, можно использовать, конечно. А только вопрос, Маша, что вы имеете в виду под фотогалереей, поэтому... Вы просто, опять же, можете протестировать и посмотреть под свои, как бы, возможности. Там достаточно много настроек, я просто показал бегло, но, как бы, самый функционал он важен и понятен. В принципе, это классная штука. Так, давайте посмотрим дальше, что я хотел показать. Давайте посмотрим кнопки социальных сетей. Вот, на самом деле, один из немногих ресурсов, который мне понравился, просто дизайном. Он называется Crafty Social Buttons. И смысл в том, что он создаёт очень достаточно красивые, как вы видите, вот здесь вот такие вот кнопки социальных сетей. Они смотрятся очень необычно, очень лаконично и очень правильно, и действительно они интересные. Опять же, у нас этот плагин установлен, и я сейчас найду его... его найду. Так. Он прописывается в настройке, и там, как вы видите, Crafty Social Buttons. И теперь вот здесь можно выбрать те кнопки, которые отображаются. То есть, вы можете выбрать такой набор, вот такой набор и так далее. То есть, также вы можете изменить размер изображений, да, которые есть. Также вы можете показать выборные сервисы, которые вы хотите, чтобы отображались под каждой записью. Это те кнопки, с помощью которых люди могут поделиться. Поделиться новостями на вашем сайте и так далее. То есть, это выглядит вот так. Перейдём сейчас на сайт. И, допустим, откроем какую-то запись. И внизу у нас вот появляются вот такие вот кнопки. Они достаточно простые, и если я нажимаю на них, то я могу поделиться в социальных сетях. Таким образом, вы можете подобрать с помощью этого плагина очень такие хорошие иконки, которые, в принципе, совершенно нетривиальные. Возможно, не часто вы встречаете такие иконки, потому что, ну, обычно мы привыкли к каким-то определенным, да. Вот здесь есть вот такие красивые, вот такие красивые. То есть, дизайн достаточно хороший. Как видите, ещё здорово, что есть разные формы. Есть квадратные, есть круглые. Ну, вот мы, например, для этого сайта выбрали вот такие. И, в принципе, они ярко бросаются в глаза, и они не навязчивые, они аккуратные. Поэтому они позволяют человеку, там, им проще поделиться. Ну, собственно, вот основная функция этого плагина. Он очень простой и, как бы, делает своё дело очень хорошо. Всё, вопросов у вас нет. Двигаемся дальше тогда. Переходим обратно в добавить новые. И посмотрим следующий плагин, который я хотел. Например, ну, давайте, наверное, всё-таки перейдём к SEO. То, что, в принципе, это важный плагин. Я просто его открываю для того, чтобы скопировать правильное название. И, опять же, если вбиваем мы сюда, он у нас ищется. И на этом сайте он у нас не установлен, но, как бы, можно сейчас вместе с вами установить его. Буквально сейчас, секунду. Процесс установки, в принципе, достаточно быстр. После установки нужно активировать его, чтобы он был включён. Да, кстати, большая, как бы, большой плюс вообще плагинов, то, что их можно установить, но их можно выключать. То есть, они, как бы, замораживаются. То есть, они не будут включены в функционал вашего сайта. Ну, можно запретить отслеживание или неважно. То есть, вот, во-первых, давайте я вам скопирую сразу этот подготовил видеоурок, который я делал по этому плагину. Но, в принципе, вы можете посмотреть его позже. Сейчас скопирую. Тут более подробно рассказано об этом плагине, а я просто покажу основные какие-то функции. Так, давайте я закрою вот этот сайт. Значит, когда мы установили, как мы видим, у нас ничего не появляется. И очень странно, но на самом деле появляется всё, что нужно, и для этого необходимо зайти в запись. То есть, этот плагин позволяет вам... Да, вот появился. Позволяет вам делать... Я просто читаю, что тут написано. Ну, ладно, неважно. Позволяет вам настраивать вашу запись таким образом, чтобы больше человек увидело, и чтобы это было более оптимально для поисковых систем. Давайте тогда лучше сначала перейдём всё-таки в раздел, который был создан до SEO. И здесь он, на самом деле, очень функциональный, очень такой серьёзный плагин. Тут есть даже презентация, можно посмотреть. Там всё на русском языке, как видите, ничего сложного нет. Можно подключить разные инструменты веб-мастера. И если пройтись по каждому разделу, здесь можно прописывать различные типы записей. Ну, на самом деле, настройок действительно много. То есть, вы можете это сделать, если вы понимаете, что вы делаете. Если вы не понимаете, что вы делаете, вы можете ничего не делать. Оставить как есть. И вот как раз кто-то спрашивал по XML-карту сайта. Да, эта штука ещё действует почему-то по каким-то причинам для поисковых систем. И, в принципе, её нужно создавать. То есть, XML-карту. Вот я специально также скопировал парочку ссылок, чтобы почитать. И в двух словах, что это такое. Сейчас её скопируем. Так, это первое. Ну, просто отдельно я скопировал, что касаемо Яндекса и что касаемо Гугла. То есть, по сути, ну, какое-то различие, может быть, есть. Значит, как работает поисковик, да? Условно говоря, это есть такой робот, который ходит по страницам, и он индексирует страницы. И бывает так, что он просто не все страницы вашего сайта может найти. Поэтому есть такой специально созданный файл XML, называется «Карта сайта», куда мы прописываем состав сайта. То есть, вот если мы нажмём, то у нас, например, ничего не произойдёт. У меня, наверное, нет доступа. Так, сейчас, секунду. То есть, на самом деле, этот плагин очень хорошо автоматически создает эту карту и позволяет более просто индексировать страницы вашего сайта. Так, вы блокируете доступ к роботам. Вы должны зайти в настройки честения и убрать галочку рядом с пунктом «Видимость для поисковых систем». Так, окей. Просто, видимо, сайт отключён. Ну, давайте я его включу. Может быть, это сделает что-то. Мы отключили сайт, потому что он как бы является сайтом для вымышленной организации. Хотя мы, кстати, написали о том, что это вымышленная организация, но многие почему-то думают, что она реальная, поэтому мы убрали из индексации. Как вы видите, да, что «Человек-кошка» – организация вымышленная, и её узнать можно в онлайн-курсе. Но, тем не менее, многие люди подумали, что это реальная штука, и, ну, даже были попытки там помочь каким-то образом. Поэтому мы выключили эту из индексации. Видимо, наверное, поэтому не отображается. В общем, суть в том, что с помощью этого плагина можно очень легко индексировать и создать карту сайта и другие настройки. Лучше посмотреть видеоурок, который я дал, а как это выглядит для записи – это очень легко выглядит. Значит, когда вы пишете текст, название, какое-то описание, то, в принципе, автоматически… Сейчас, сохраним. Прошу прощения. Автоматически у вас создаётся предварительный просмотр, как это будет выглядеть, например… Ну, давайте напишем нормальное название. Как это будет выглядеть в поисковиках. Так, сейчас… Все мы знаем, да, когда мы, например, в результатах поиска… Ну, давайте вот просто вот сделаем, чтобы не быть голословным. Мы в результатах поиска видим это таким образом, да, то есть у нас есть заголовок, у нас есть сайт, у нас есть краткое описание и дальше разделы. То есть, по сути, этот плагин позволяет вам формировать вот такой вид выдачи, который будет способствовать, ну, наибольшей вероятности того, чтобы человек нажал. Потому что если будет полная информация, которая соответствует как бы типу информации в вашем тексте, то тогда, если она будет правильно отображена, то больше человек захотят нажать, например, на этот вариант, а не на эту, да, соответственно, если он найдёт по тем запросам, которые он ищет, там, ту нужную информацию. Соответственно, краткая информация от этого текста, она очень важна. Как мы видим, она везде разная, вот здесь, например, её вообще нет. И она прописана не очень хорошо. То есть, например, если мы хотим, чтобы у нас было законченное предложение какое-то, да, ну, давайте просто скопируем и вставим, то мы должны прописать это в метаописание. Как мы видим, у нас в метаописании вот это и возникает. Таким образом, мы можем дать название, то, какое есть, можем своё название придумать для SEO. Также есть фокусное ключевое слово, например, это те ключевые слова, по которым люди ищут. И после того, как вы вводите, вы можете посмотреть просто статистику, например, ну, допустим, если вы пишете там материал о вебинаре, если ваше фокусное слово и ключевое слово в вебинаре, то вы, по сути, должны сделать что? Написать это слово в заголовке, в заголовке страницы, желательно написать его в ссылке, желательно в содержимом и в метаописании. Как вы видите, вот этот плагин позволяет вам отслеживать, правильно вы это делаете или нет. Если зелёный, то окей, если красный, то вам нужно вот это прописать ещё. Также есть анализы страницы, где также красным, жёлтым показаны и зелёным, всё ли у вас хорошо с этим или нет. То есть вот вам прям по пунктам пишут, что нужно сделать. Это очень круто, на самом деле, и, по сути, если вы делаете всё правильно, то ваши материалы будут индексироваться лучше и больше людей будет переходить. Вот такой огромный плагин. Конечно, его нельзя охватить за один раз, но, опять же, вот это классная штука. И я вот советую вам посмотреть тот видеоурок, который я вам скинул. Обязательно, потому что он очень... Ну, действительно, один из самых таких хороших. Так, давайте перейдём дальше. Что у нас ещё остаётся? Я хотел рассказать про это, про это, про это. Давайте это дискасс посмотрим. Это система комментариев. В принципе, тоже полезная штука. Значит, есть такой сервис дискасс, который позволяет делать вот такие комментарии. Как вы, наверное, все видели. Значит, человек может на любом сайте зайти под своими социальными сетями, оставить комментарии. Это очень удобно. А вы, как человек, который как бы администрируете сайт, вам очень удобно будет администрировать комментарии и так далее. То есть, это такой социальный плагин, он ещё сейчас стал более социальным. Соответственно, полезная штука. Давайте его посмотрим, установим, если он ещё не установлен. Да, и после этого мы посмотрим, самое важное, это создание форм. Итак, если мы добавляем дискасс, комментсистем, у нас сейчас также опять после активации возникнет раздел. Сейчас посмотрим, куда он приписался. Так, наверное, надо обновить. Так, что-то я не могу его найти. Всё, нашёл. Комментарий и дискасс, да. Естественно, что было в комментариях. Всё правильно? И не то, а бывает у ddbs.t continue. Круто. Так. У меня, по-моему, есть аккаунт. По сути, как это работает, вы просто берёте, заходите на сайт «Дискасс». Это сервис. Вы заходите туда, и вам нужно создать аккаунт. Он у меня уже есть. Соответственно, я его просто прописываю, и он цепляет тот сайт, который я укажу. И здесь мне очень легко управлять комментариями и так далее. То есть, ну, это можно делать, опять же, из сайта. То есть, я сейчас войду. И я могу добавить новый сайт. То есть, так как, например, эта система может управлять несколькими сайтами, то я могу управлять и, например, добавить ещё один. «Окей». Категория, например, я не знаю, какая, например, «Living» и «Finish Registration». И тогда у меня теперь в «Вессор» я уже... Так. Всё. И теперь, когда я вошёл, всё у меня остановился. Теперь смотрите, что получилось и как это выглядит. То есть, когда я теперь захожу на сайт, ну, например, открываю какую-то новость, то у меня внизу уже другие, другая система комментариев. Так. Сейчас, наверное, надо включить просто комментарии. Так, 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 так. Да. Не быстро получается, наверное, это сделать. Сейчас я посмотрю ещё раз, секунду. Давайте я создам просто, наверное, новую запись. По сути, сейчас должно получиться. Ну, если не получится, окей. Ничего страшного. Тут, я не знаю. В общем, как же это сделать, как же это сделать? Как вы видите, видите, бывают такие накладки, когда я не могу сделать это быстро, но это окей. Наверное, нужно как-то... Так, давайте ещё раз. Почему-то у меня он сбросился. Я извиняюсь, но я думаю, что сейчас у нас быстро всё получится. Так. Вот я думаю, что теперь всё окей. и если я зайду теперь, например, на какую-то страницу, то я увижу, что ничего не увижу. О, my God. Так, интересно, интересно. В общем, я не знаю, по какой причине это не отображается. Видимо, тут установлена другая система комментариев. Окей. В общем, всё работает на самом деле достаточно правильно и хорошо. И смысл в том, что появляется у вас такая система комментариев, которая на самом деле очень правильная и простая. Так, окей. Мы потратили немножко больше времени на этот ресурс, но давайте продолжим, потому что есть другие интересные моменты. Как видите, если что-то не получается, можно просто посмотреть настройки, но на это нужно просто больше времени. Ничего страшного в этом нет совершенно. Сейчас я перейду обратно. Всё окей. Так, и давайте теперь посмотрим, давайте теперь посмотрим формы. Вот. И, в принципе, два плагина осталось. Это формы и лейка. Лейка у нас уже установлена, формы тоже. То есть форм-мейкер мы вводим, он устанавливается, и просто чтобы не тратить время, я сразу покажу, что это такое. Это, значит, плагин для создания форм. Он хорош тем, что тут уже предустановлено несколько вариантов форм, и, как я уже говорил, вы можете делать форму обратной связи, что угодно вообще. И давайте сделаем просто заново, например, что-то. То есть, вот вас открывается, и вы можете создать название, например, «Моя форма». Теперь можно добавить поле. Тут очень много вариантов, на самом деле. В принципе, там, давайте начнем с простого, с текстового, например, простой текст. И название, например, там, «Ваше имя». Ну, допустим, форма регистрации, да. «Ваше имя», видите, появилось. Дальше. Сохраним, добавим еще, допустим, добавим имейл-адрес. Имейл-адрес также можно добавить с помощью текста. И выбрать здесь тип данных, почта. и теперь нужно добавить еще кнопку отправки. И можно здесь снять, потому что можно там сбросить и так далее. В общем, на самом деле, очень много интересных настроек. И вот, что еще важно, что когда вы, например, делаете сейчас я просто покажу еще раз, значит, если вы добавляете какое-то поле, то тут есть такая кнопочка «Requiet», то есть требуется. Это значит, что когда вы делаете форму обратной связи, если пользователь не заполнил эту графу, при отправке ему скажут, что вы не заполнили все графы, поэтому если вы хотите, чтобы все графы были обязательными, обязательно надо поставить «Requiet». То есть еще раз, этот плагин на самом деле бесплатный, он как бы очень функционален и очень хорошо работает. Нажимаем «Save» и, значит, после того, как у нас сохранилось, как вы видите, опять же, есть короткий код, который мы можем вставить в любое место. И для того, чтобы это проверить, давайте сделаем еще раз какую-нибудь запись и просто вставим туда этот код. И когда мы откроем, то мы увидим следующее. Вот наша форма. В принципе, она выглядит достаточно логично и достаточно хорошо. Теперь, самое главное, когда люди заполняют информацию, куда она поступает? В принципе, вопрос хороший и правомерный. Когда мы заходим в раздел «Формы» и «Submissions», это, то есть, та информация, которая вносится в формы, для начала нам надо выбрать те формы. Допустим, я уже сделал какую-то другую форму и посмотрел, там заполнил какими-то данными и вот, в принципе, все данные записываются здесь. И в чем плюс? В том, что вы можете экспортировать эти данные в XML и в CSV. То есть, вы можете экспортировать это в виде файла и потом визуализировать его и так далее. То есть, эти данные можно сделать с ними что угодно. Но самое главное, вы должны иметь в виду, что вы не можете показывать и использовать конфиденциальные данные, которые вы собираете от пользователей. Это противозаконно. Поэтому вы можете, например, собирать только открытые какие-то данные. Например, если вы хотите где-то открыто использовать, то желательно собирать данные и визуализировать только те данные, которые доступны. Если это форма обратной связи, например, или подписка, когда люди вам дают ваш email, эти данные нельзя разглашать и, по сути, неправильно их визуализировать. Это важно. Просто нужно было сказать об этом обязательно и иметь в виду. То есть, вот с помощью этой формы еще раз можно создать любую форму, вообще опрос, все что угодно на самом деле. Это как Google Forms. Но просто все будет храниться у вас внутри. Поэтому вы можете собирать данные, они будут у вас записываться сюда, вы можете потом экспортировать и делать с ними все что угодно. И с помощью короткого кода вы можете вставлять в любое место вашего сайта. Окей, с этим понятно. С формой комментариев что-то не работает, Анна, поэтому, к сожалению, я сейчас не могу ответить. Ну, просто я не хочу тратить на это время. Ну, на самом деле, просто, наверное, у нас какой-то другой плагин там включен, который нужно выключить, и тогда Дискасс будет работать. Так, ладно, а я перехожу еще к лейке. Как я уже говорил, этот плагин очень полезен для тех, кто хочет собирать пожертвования на нашем сайте, на своем сайте, да. И, по сути, Человек-кошка, он уже установлен, и когда вы устанавливаете, у вас появляется вот такой раздел лейка, вы заходите в консоль, тут все так же по-русски, все очень просто. Значит, еще раз, этот плагин позволяет собирать средства для этого. Вы, как получатель, должны записать все свои данные. То есть, если вы юридическое число, юридическое лицо, вы должны записать все юридические данные. Здесь данные тестовы, соответственно, все окей. Либо, если вы физическое лицо, вы также должны записывать какие-то свои данные. Банковские данные, реквизиты и так далее. Дальше вы можете подключить свои платежные системы. Как вы видите, вариантов достаточно много и много настроек. Можно описание поменять, в принципе, можно делать все, что угодно, но, по сути, по умолчанию достаточно много настроек. Вам просто нужно выбрать те платежные системы, с помощью которых вам люди смогут переводить деньги. Как это выглядит, давайте посмотрим изначально. То есть, вот создается такая компания, где можно написать, на что вы строите, на что вы собираете деньги, прощения, что вы делаете, для чего и так далее. То есть, по сути, создается вот такая форма, где человек может ввести количество денег, которое он хочет вам дать, с помощью чего он хочет это оплатить и так далее. То есть, и он может заполнить, например, там, имя свое, мейл и так далее. И, как вы видите, например, если человек заполнил имя, то он отображается в словах благодарности. В принципе, это приятно, потому что, если только имя есть, то, по сути, нельзя же определить человека по имени. Но человек сам будет видеть это очень приятно. И прогресс бар здесь есть. Вы можете, там, не знаю, сделать кнопку, как здесь поддержать. То есть, в принципе, настройок очень много. Также вы можете настроить валюту, в какую вы собираете, письма, которые отсылаются, письма благодарности, я имею в виду. Видите? То есть, важно обязательно писать письма благодарности. Здесь есть такая возможность. Вид. Также много настроек. Радиоблоки. Это именно, например, формат отображения, вот, так, сейчас, sorry, отображение вот этого вида. Здесь можно поменять много. Прошу прощения. Так. И, значит, для пользователя это полезно тем, что он может выбрать тип платежа и сделать пожертвование. Также можно, как вы видите, вообще распечатать квитанцию пати в банк. Все достаточно просто. А для вас, как для человека, который собирает пожертвования, у вас есть много других инструментов. Во-первых, это внутренняя консоль, где отображаются все пожертвования, вся информация, откуда, куда пришло, в каком статусе и так далее. Также отображаются компании. Например, на вашем сайте вы можете собирать деньги на разные вещи. И, например, соответственно, разные компании будут и они будут, как бы, видны именно здесь. И это очень удобно. И можно создать новую компанию. По сути, новая компания это создание еще одной страницы, где вы указываете просто код. и здесь вы можете, например, указать именно шаблон, целевую сумму и так далее. То есть, есть какие-то маленькие настройки в каждой компании по сбору. Это тоже очень оптимально. Есть какие-то общие настройки, опять же, которые мы сейчас показывали. То есть, на самом деле, плагин очень здорово работает и он позволяет собирать как бы средства и преимущество его над, например, там, кнопками от Яндекса в том, что, во-первых, он автоматически создает вам всю отчетность, вам сразу понятно и видно. Также вы можете сделать прогресс-бар, вы можете сделать целевой сбор, то есть, написать, какое количество денег вы хотите собрать, сколько уже собрано. То есть, вот эти инструменты, они очень-таки правильные и действительно это полезно. Так, и больше вы можете почитать, в принципе, на сайте Лейки. Он выглядит вот так. здесь есть вся информация о том, как установить, как что-то сделать. Тут есть примеры и давайте я скину вам, значит, эту ссылку. Также я вам скину ссылку видеоурока. Видеоурок по Лейке. окей. Так, и в общем, это классная система, правда рекомендую, но потому что сделали как бы ее мы, да, конечно, вам хочется, чтобы больше людей пользовалось. Достаточно много видеоуроков уже есть и как бы гайд, как установить. Так, хорошо, с этим разобрались, давайте еще посмотрим один или два, один, наверное, остался плагин. Наверное, он у меня уже установлен. Это, например, сейчас я посмотрю, Google Аналитика, да, то есть, когда вы установите Google Аналитику, сейчас я найду, где он появляется также. Сейчас, секунду. Google Аналитика. Вот, Аналитика. И, значит, в настройках вам на самом деле нужно ввести всего-навсего ваш идентификатор и войти просто залогиниться под вашим Google Аккаунтом и если вы продвинутый пользователь, есть еще настройки. Ну, на самом деле, это вот для базового настроя, да, то есть, вы просто устанавливаете этот плагин, это 30 секунд, в Google Аналитике ищите свой идентификатор, сюда вставляете, залогинитесь и все, все работает. На самом деле, потрясающе, очень быстро. И какой-то еще плагин я хотел один рассказать. Так, Stellar Places, наверное, его. Да, давайте посмотрим его еще быстренько и, в принципе, я думаю, что я отвечу на ваши вопросы тогда. Так, Stellar Places. Плагины. Добавить новые. То есть, этот плагин позволяет более как-то мощно настраивать встраиваемые карты в ваши посты. И мы сейчас просто быстро посмотрим. Наверное, не я покажу, прям полный функционал, но опять же, значит, после установки обязательно активируем плагин, если вы хотите, чтобы функционал появился. Так, и теперь надо его опять же найти. Это всегда такая большая задача, на самом деле, посмотреть, куда прописывается новый плагин, потому что они всегда прописываются в разные места. Places. То есть, вы можете у нас, давайте посмотрим то, что уже есть. То есть, изменим. Окей, в общем, тут как это все отображается. Смысл вот в чем. На самом деле все просто. Вы можете ввести адрес, он у вас автоматически появляется. Также можете прописать данные более подробно с кодом и так далее. И у вас, во-первых, сразу появляется долгота и ширина, но это тоже полезные данные, на самом деле, которые вы можете использовать. И таким образом вставляя как бы эту карту, вы можете наносить не одну метку, а несколько. Это удобно. View Place. Технологии немножко странные, наверное, с одной стороны, то есть, создается определенная запись под определенное место, но тем не менее, это как бы, наверное, правильно. в общем, сейчас я просто найду его в описании на нашем сайте, чтобы быть все-таки полностью честным с вами, чтобы вы более узнали больше об этом плагине. Так, он называется Stellar Places, окей. То есть, вот описание, вы можете более подробно посмотреть здесь. Но, опять же, наверное, все-таки картографический плагин уже не совсем имеет смысл, потому что встраиваемые карты Google или Яндекс, они достаточно настраиваемые. Сейчас есть, например, сервис Мои карты от Google, где можно делать по слоям, разные метки наносить, можно добавлять описание каждой метки, фотографии, поэтому, по сути, теряется смысл вот этого плагина. Но, как бы, кто привык, можно пользоваться, почему нет. Да, несколько адресов ввести можно. Да, Mailpress, я думаю, что я еще не показал, самый интересный. Действительно. Я что-то забыл про этот плагин, он же самый интересный. Так, давайте мы закроем тогда остальные. Mailpress. Просто не могу найти ссылку, что-то. давайте я так просто веду. Итак, плагины. Добавить новый. Вводим Mailpress. Устанавливаем. Активируем. Так, долго установить. Активируем. Честно говоря, у нас установлен Mailpress на другом сайте. Я не знаю, насколько функционал бесплатен в базовой комплектации, условно говоря. Так, опять, куда он приписался, непонятно. Давайте нажмем на консоль. Обновим. Да, вот, Mails. Переходим в Mails и, собственно, как это работает. Значит, все очень просто. AllMails это раздел, где вы создаете письмо. То письмо, которое вы будете отправлять. То есть, это, условно говоря, настраиваемая запись, там, как в обычном WordPress. Это то, что видит человек, когда ему приходит Mail. То есть, здесь можно добавлять фотографии, описание и так далее. Здесь можно для тестирования ввести сначала, например, свой адрес, сохранить и отправить себе, например, посмотреть. Либо здесь в будущем будут показаны листы подписки. То есть, опять же, вот смотрите, например, вы, вот как мы делаем, например, я, допустим, мы добавляем форму регистрации на наш сайт, люди регистрируются, я список этот скачиваю. Например, если я хочу напомнить вам о нашем вебинаре, то я добавляю здесь этот список и по этому списку я рассылаю, собственно, напоминание о том, что это работает. Давайте я просто покажу это на примере, наверное, нашего сайта, чтобы было просто понятно, как это работает. Ну, тут ничего секретного нет, поэтому я думаю, что все окей. Итак, так, так, так грузится. Значит, когда вы делаете рассылку, достаточно много уже у вас есть писем, есть черновики и так далее, все это понятно, вы можете добавить новое, выбрать темы, как это будет отображаться. Также есть mailing lists, это те листы, то есть списки отправок, рассылок, которые существуют. Вы сами можете их регулировать, добавлять новые, на самом деле все оптимально. Также вы можете импортировать или экспортировать. Соответственно, вы можете сделать это из CSV-файла. Как я уже говорил, например, вы собираете на вашем сайте, как только что мы говорили, в форме регистрации форму, лист у вас собирается, после чего вы сюда его подгружаете и уже можете рассылать, например, информацию по этому листу. В принципе, все просто. И также вы можете подгрузить это с помощью Excel, CSV-экспорт и сабскрайба. Достаточно много вариантов, на самом деле, поэтому это классная штука, которой мы действительно пользуемся, и она работает. И опять же, это просто один из вариантов по сравнению с MailChimp или с Unisender. Но опять же, у вас это просто все внутри. Вот. В принципе, могу показать, наверное, как это выглядит. Просто, например, я могу зайти в AllMails и вот, например, я делал рассылку приглашаемого вебинара. Это выглядит, как обычная WordPress-запись, ничего нового. Просто, когда вы, например, создали запись, вы можете посмотреть, как это выглядит. Просто в зависимости от того, какой шаблон вы выбрали, вы можете создать его вручную. Это будет выглядеть вот так. Именно таким образом, например, письмо приходит на почту человеку. И все очень, как бы, аккуратно. Есть статистика. Сейчас я просто в двух словах даже, наверное, покажу о том, как бы, вот, Tracking — это статистика. Вы можете зайти и посмотреть статистику открытия, например, сколько процентов людей открыли ваше письмо, сколько людей перешло и так далее. То есть, на самом деле, этот плагин обладает достаточно таким большим функционалом. Что-то долго открывается, но тем не менее. Ну, в общем, базисно я показал, наверное, надеюсь, и я просто рекомендую им попользоваться. Опять же, я просто на данный момент не могу сказать, есть ли у него платные функции и какие, но, в принципе, базовый функционал, по-моему, у него бесплатный. Вот, например, Tracking открылся, и можно посмотреть те данные, как бы, кто, как, чего, и на самом деле действительно много информации. В принципе, это все, что я хотел сказать. Вопросы? Если есть вопросы, с радостью на них отвечу. Видите, я практически в час уложился, это здорово. В итоге, просто резюмирую, есть вопросы. Каким образом защититься от спама в формах? Ну, во-первых, если вы используете дисказ, то у вас автоматически они распознаются, и вы можете сортировать это. То есть, это вот, почему я показал дисказ? Ну, потому что, на самом деле, выглядит это вот так. У вас есть комментарии, вы заходите и смотрите. И вы можете смотреть, и, как бы, вьюировать, и апрувить, и так далее. То есть, на самом деле, очень здорово. Просто поэтому этот сервис очень удобен. И он, в принципе, спам выделяет определенным образом, и он как-то в отдельную папку даже может собирать. Так. Лейка понравилась, пользуйтесь, круто. Можно список полезных ссылок скопировать? Ну, копируйте. Конечно, можно. Ну, то есть, я думаю, что я могу вот после релиза, когда буду делать на нашем сайте, просто сделаю видео полностью, и внизу я просто отображу все те материалы, которые я использовал, просто в виде ссылок, и я думаю, что вы увидите на сайте теплицы. Просто, по сути, вы можете отсюда скопировать сейчас, насколько я понимаю. Ну, по одной ссылке, конечно, не очень удобно, тем не менее, но в большинстве своем ссылки есть как бы в презентации еще. Так, и я про КМС еще хотел сказать, да, то есть, если вам нужен сайт, пожалуйста, не, как бы, не чувствуйте никакого дискомфорта или стеснения, обязательно заходите, регистрируйтесь для участия, и вы реально можете как бы узнать больше о том, как создать сайт и как это сделать с помощью WordPress, и может быть, даже там специалисты теплицы помогут вам сделать его совершенно бесплатно. Так, в принципе, если вопросов нет, тогда вот наши ссылки, и нас легко найти в социальных сетях, мы везде слажите плицы.ст, и наш сайт, я думаю, что все знают наш сайт, если нет, то читайте, много чего интересного пишем. Если нет вопросов, тогда давайте заканчивать, и спасибо, что уделили время, и я надеюсь, что вам эта информация была полезна. Если есть какие-то вопросы ко мне, вы можете мне писать. Еще раз я вам скопирую свой mail. Окей, вам спасибо.